Прокуратура заговорила, с каждой неделей надзорный орган обнародует все больше новых фактов нарушения законодательства в сфере обращений с ТКО. Правительство региона придерживается следующей позиции. Тариф посчитан корректно. Если суд посчитает что-то неверным, исправим. А между тем, схема, которую так поспешил внедрить регион, чтобы оказаться в числе пилотных, полна противоречий. У надзорного органа есть претензии практически ко всему, начиная от того, как посчитан единый тариф и заканчивая конкурсным отбором самого рекоператора. Так, в частности, 23 октября Ивановский областной суд признал недействующим единый тариф на услуги рекоператора. Прокуратура настаивала, что 88 рублей с человека профильный департамент насчитал неверно. Суд поддержал. И это только верхушка зыбкой мусорной пирамиды. В настоящее время несколько исковых заявлений рассмотрено. Суды приняли решение в пользу той позиции, которую высказывает прокуратура. Несколько исковых заявлений в настоящее время находятся на рассмотрении. Кроме того, на действия регионального оператора к нам также поступают обращения и в настоящий момент тоже. Уже по результатам рассмотрения жалоб приняты меры прокурорского реагирования. 9 представлений об устранении и рушении законодательства принесено в адрес регионального оператора. Более того, тариф 88 рублей с человека, по мнению надзорного органа, в ряде случаев чрезмерен. Например, до прихода в эту сферу рекоператора жители частного сектора платили 20-30 рублей за одно домовладение. И, как выяснилось, дороже не значит лучше. Так, например, прокуратура установила, что при оплате ежедневного вывоза мусора жителям частного сектора иногда не предоставляется данная услуга ежедневно. И к ним приезжают машины только раз в неделю. Соответственно, права жителей здесь существенно нарушаются. Кроме того, устанавливались также факты направления кавитации на уже умерших граждан. Если с головой не углубляться в дела судебные, то вот еще несколько фактов, которые могут быть интересны аудитории. Затраты водоканала на транспортировку и размещение промышленных отходов учтены и в квитанциях за воду, и в тарифе за вывоз ТКО. То есть, ивановцы платят дважды. В собственные расходы рекоператора входит ряд экономически необоснованных статей. 120 тысяч рублей ежемесячно на зарплату генерального директора Надежды Гришиной. Чуть меньше получают три ее зама. Или, например, покупка 28 автомобилей Нивы-Шевроле вместо грузовой техники, необходимой для вывоза мусора. Ну и, пожалуй, главный скандал. Прокуратура намерена доказать, что при выборе рекоператора договор заключен с аффилированными лицами. В целях устранения данного нарушения прокуратура Ивановской области направила в арбитражный суд Ивановской области исковое заявление о признании конкурсного отбора регионального оператора недействительным. Что делать жителям области со всей этой информацией? Да ничего. Ждать и самим быть законопослушными. Продолжать платить, ведь худо-бедно услугу оказывают. Рано или поздно и схему, и действия тех, кто ее реализует, приведут в соответствие нормам. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.